И если ты тоже хочешь получить киркуминти, то тебе нужно быть подписанным на мой канал и поставить лайк под видео. При достижении 500 подписчиков я устрою второй розыгрыш на киркуминти. А сейчас наливайте чаек, садитесь поудобнее и приятного вам просмотра. Капитан Бустеренко до того как стал известен, закончил учебу и хотел поступать физруком в школу. Бустер до того как стал известен, демонстрировал небывалые спортивные успехи в боксе и мог устроить на этом целую карьеру. Капитан Бустеренко до того как стал известен, познал себя в видеогейминге и начал демонстрировать киберспортивные успехи. Добро пожаловать на канал Гринс и сегодня я вам расскажу кем был Бустер до того как стал известен. Ну и давайте начнем с того, что мы представим имя киберспортсмена нашего выпуска. Итак, это Слава Бустеренко. Но ребята, есть информация о том, что имя Слава это ложь. Никто не знает имя Бустера и почему вы узнаете в следующем видеоролике. Используем псевдоним Бупенко Бустер, сокращенно от фамилии Бустеренко. Дело в том, что с ранних лет Бустер активно увлекался спортом. Он очень сильно преуспевал в боксе. На него оказал большое внимание фильм Рокки Бальбо. После просмотра данного фильма он почувствовал в себе прилив небывалых сил и понял, что у него есть задатки боксера. Он бегал днем, в 6 часов утра, в обед, вечером, во сне. И он никогда не переставал бегать. Он был как Форрест Гамп. Есть информация о том, что на стримах у Славы под столом установлена беговая дорожка, на которой он сидя бегает во время стрима. Также, после того, как Бустер записался на бокс, он не пропускал ни одной тренировки, на что тренер был просто в шоке от его успехов. Тренировался Слава в зале, где начинал свою карьеру Майк Тайсон. Он был у него в группе поддержки. Учился Слава хорошо. Можно сказать, он вообще не учился. Он был спортсменом школы. Тренера физкультуры брали его на все соревнования. Тем самым он пропускал занятия, но ему ставили автомат. На что Бустер закончил ее с отличием. Все были горды за него, но не он. Он не мог найти себя. Он не понимал, куда ему дальше двигаться, в каком направлении развиваться. Известно, что главной поддержкой Бупенко была его мама. Именно она подбадривала во все невзгоды. Именно поэтому он ее так любит и ценит. И посвящает ей свой бренд «Цените мать». Вскоре после окончания учебы, Славик задумался над тем, чтобы стать физруком в школе. Но через некоторое время друзья Бутера удивляют его новшеством, как видеоигры. И тут Слава понял, что он нашел себя. Именно в тот момент выходит игра Fortnite. Он замечает за собой киберспортивные кондиции. Уже за неделю игры Бутер берет 200 побед и попадает в топ-1 по рейтингу среди всех игроков. Слава занимает на всех турнирах Fortnite топ-1. Играл он под ником Anonymous. И эпики не знали, как отправить ему деньги. Но Слава скрывался от зарубежа, так как он считал, что нельзя зарабатывать такие огромные деньги за игру. Он думал, что его хотят призвать в ссылку войск Америки. Как мы помним, турнир World Cup в соло-режиме выиграл Буга. Но это все ложь. Ведь Бустер тоже ездил в Нью-Йорк. Ему выделили небольшую будку, в которой он играл в турнир World Cup. А у игрока Буга был включен режим трансляции. Тем самым Бупенко выиграл 3 миллиона долларов, но ему дали всего 30%. Но он все равно рад этому. И вскоре приезжая домой, он понимает, что нужно делиться своим опытом игры. И начинает активно стримить. Ну вот, ребята, на этом мое видео подошло к концу. Скоро выйдет вторая часть. Во время монтажа данного ролика я еще сильнее начал ценить мать. Появились небывалые кондиции в спорте и киберспорте. А вас я попрошу подписаться на мой канал, поставить лайк и написать комментарий. До новых встреч!